Первоочередные статьи расходов в бюджет Орловской области выполнены в полном объеме, заявил на прошедшем заседании правительства, исполняющий обязанности руководителя регионального департамента финансов Дмитрий Шахов. Расходы в первом полугодии, как и прежде, сохранили социальную направленность. Расходы на образование сложились в объеме 3 миллиарда 668 миллионов рублей с приростом к аналогичному периоду 2014 года на 98,8 миллиона. Как я уже говорил, основная сумма здесь заработной платы педагогическим работникам в муниципальных образовательных учреждениях. Также на заседании правительства говорили о разрабатываемой концепции по обращению с отходами производства и потребления. Рассчитана она до 2020 года, пояснил Александр Ремига. Реформирование отрасли в области обращения с отходами реализуется на инвестиционных принципах без привлечения бюджетного финансирования. Одним из важных вопросов является тарифное регулирование деятельности инвесторов, а именно приведение тарифов к экономически обоснованным показателям. Применение концепции на практике позволит ликвидировать несанкционированные свалки, заверил Ремига. Мусороперерабатывающие предприятия, которые введут в эксплуатацию, обеспечат регион новыми рабочими местами и значительно улучшат экологическую ситуацию в области. Надо строить нормальные полигоны на местах, объединяя несколько муниципальных образований. Соединять надо несколько муниципальных образований районного уровня и там строить полигоны. Везде заводы, станции не получится. Станции перегруза должны быть при крупных муниципальных образованиях, чтобы уменьшить плечо доставки, сконцентрировать ввозимые отходы с сельских поселений. Губернатор области Вадим Потомский добавил, что прежде чем строить новый полигон, нужно решить судьбу имеющегося. К этому вопросу вернуться на ближайшем заседании регионального правительства.